МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. Поможет прививка в Чувашии увеличены темпы вакцинации в муниципалитетах и на предприятиях. 14 загородных и почти 300 пришкольных. 1 июня в Чувашии начнут работу детские оздоровительные лагеря. Наука, юность, творчество в Алатаре прошла 23-я международная студенческая научно-практическая конференция. Девять случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлены в Республике Минздрав Чувашии докладывает, что все пациенты находятся под медицинским наблюдением. Глава Республики поручил увеличить темпы вакцинации на уровне муниципалитетов и предприятий. Новые штаммы представляют большую опасность, чем уже известный COVID-19. Скорость распространения, тяжесть вызванного ими заболевания и риск летального исхода значительно выше. Все прекрасно понимаем, миграция населения существует и приход в Республику этих видов штамма, она, наверное, неизбежна. Поэтому наши мероприятия, которые проводятся на сегодняшний день, они просто необходимы. Это и соблюдение всех мер, которые указаны в указе главы Чувашской республики. В то же время двумя компонентами привились лишь 11,5% жителей республики. Между тем, вакцинация пока единственный эффективный метод избежать заражения. Судя по тем материалам, которые мне поступают и по докладам Минздрава, вижу самоотстраненность очень многих должностных лиц. То есть система здравоохранения у нас напрягается. Делать все возможное для того, чтобы создать людям, чтобы они получили вакцины. А главы администрации и должностные лица, вместо того, чтобы организовать процесс и обеспечить доступность вакцины, прежде всего тем людям, которые находятся в группе риск, ну просто-напросто бездействуют. Коллеги, ну так не пойдет. Если мы с вами собираемся на совещание, если мы с вами принимаем решения, если мы с вами утверждаем планы действий, то их надо реализовывать. Руководитель региона сообщил, что сам прошел второй этап вакцинации. Сейчас задача привить желающих в максимально короткие сроки. Медработники прибегают и к новым вариантам решения вопроса, выезжают в места скопления людей. Так, например, вакцинация проходит и на центральном рынке столицы Чувашии. Сделать прививку можно всю эту неделю до 21 мая с 11 утра и до 5 вечера. Глава региона Олег Николаев встретился сегодня с новым начальником управления Росгвардии по Чувашии. Дмитрий Расчетов окончил Барнаульский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году. С октября 2016 руководил территориальным управлением Росгвардии в Республике Алтай. Олег Николаев поздравил Дмитрия Расчетова с назначением и отметил, что в Чувашии сложилась благоприятная и стабильная общественно-политическая обстановка. Плотное взаимодействие органов исполнительной власти и правоохранительных структур по вопросам безопасности позволяет оперативно и четко противостоять вызовам времени. Чувашия лидирует среди регионов, которые реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Одной из лучших практик назвали создание частных индустриальных парков Минпромторг России. Вышел с инициативой поддержки частных индустриальных парков для 10 регионов, в том числе и Чувашии. В Республике провели инвентаризацию существующих площадей на предмет организации технопарков и индустриальных парков с мерой поддержки на компенсацию инфраструктуры. Эти площади планируется использовать под реализацию 21 проекта. Стартовала масштабная образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант». Она продлится до 30 мая. Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения. Попробовать свои силы могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн-тестирования, длится он 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат. Пройти тестирование можно двумя способами. Зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru или через QR-код. В этом году детские оздоровительные лагеря Республики все же распахнут свои двери, но заполнены будут на 75%. Тем не менее, почти 13 тысяч детей смогут провести летние каникулы на свежем воздухе. Особое внимание при организации отдыха детей уделят безопасности. Об этом говорили на выездном совещании в оздоровительном лагере «Волна». В этом году летний отдых детей будут обеспечивать 14 загородных лагерей и почти 300 пришкольных. Особое внимание уделяется эпидбезопасности. Не менее 75% сотрудников должны быть вакцинированы. Сейчас привиты только 26%. Кроме этого, работники будут еженедельно обследоваться на COVID-19. Эти требования распространяются только на сотрудников. Ребятам при поступлении будет необходимо предоставить справку о состоянии здоровья. Ограничение коснется родителей. Посещение детей во время смены запрещено. Если у одного какой-нибудь сотрудника или его ребенка выявится коронавирусная инфекция, особенно если это штамм азиатский или индийский штамм, а риски завоза и распространения этих штаммов у нас высокие, в том числе у Чувашьих Роспольки, то мы, скорее всего, будем вынуждены весь лагерь, хоть это 500 детей будет, но должны быть вынуждены лагерь превратить в обсерватор. Значит, дети будут сидеть в комнатах и никуда не выходить. Этого бы очень не хотелось делать. Также большое внимание при организации летнего отдыха детей уделяется комплексной безопасности. На данный момент все загородные организации отдыха детей и их оздоровления оснащены кнопками тревожной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, пожарными кранами, системой видеонаблюдения с общим количеством камер 336, ограждены по периметру забором высотой от 1,5 до 2 метров. На сегодняшний день во всех загородных лагерях организован пропускной режим, заключены договора с охранными предприятиями в период проведения летней оздоровительной кампании. Лагерь «Романтика», расположенный в Урмарском районе, один из первых получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Смена должна начаться 9 июня. К приему детей почти все готово, отмечает руководство лагеря. «Романтика» работает более 40 лет, и только в прошлом году из-за ограничительных мер двери ее были закрыты. «Работы лагеря за 10 лет, в прошлом году нам дали, выделили из республиканского бюджета 10 миллионов рублей. Мы все в прошлом году отремонтировали, там кровля, окна, двери, полы, заменили оконные блоки. И благодаря этому мы нынче получили числи первых санитарных заключений. У нас все договоры есть и по охране, и по тревожной кнопке. Работаем». Все оздоровительные лагеря должны быть готовы к приему детей 30 мая. Вопросы по организации безопасного отдыха детей должны быть решены. Ольга Алексеева, Бахтияр Вилеев, Республика. «Наука, юность, творчество. 23-я международная студенческая научно-практическая конференция собрала в Алаттере студентов и школьников, занимающихся научным творчеством». Участники из Нижегородской, Новгородской областей, Казани, Ядрина, Вурнар, Канаша, Чебоксар разделились на 9 секций по гуманитарным и техническим направлениям. «У нас приехали дети, учащиеся 8-10 классов школ Канаша и Канашского района. Привезли проекты в номинациях мобильные приложения, программирование на питон, разработка VRR-приложений. Все эти учащиеся, которые будут защищать сегодня здесь свою работу, они являются победителями всероссийского конкурса программирования IT-ринг, а также различных конкурсов республиканских победителей-призёры». «Стема проектов продиктована временем. Так, в этом году добавились две новые секции – современной информационной технологии и трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Аделия и Владимир представили свой проект – разработку VR и AR-приложений». «Мы подготовили проект, точнее приложение, для того, чтобы люди, которые не были на войне, смогли увидеть всё то, что там было. Наше приложение включает в себя военную технику, оружие и также карту самого Сурского рубежа. Это всё сделано в дополненной реальности, то есть берётся телефон и наводится на специальную метку. После чего на телефоне появляется само изображение в 3D-формате». «Подготовка проекта у нас заняла около месяца. Сложности состояли в том, чтобы правильно сохранить пропорции объектов, а также наложить на них реалистичную текстуру для того, чтобы они казались реальными». Министр образования Алла Салаева отметила, несмотря на сложности в период пандемии, ребята с педагогами со своей задачей справились. «Хочется, ребят, сказать вам, что вы большие молодцы, потому что заниматься наукой, заниматься развитием – это тот вклад, который делаете вы, ваши родители, ваши педагоги в своё будущее. А если у вас в будущем будет всё в порядке, и вы выберете свой вектор развития, серьёзно к нему подойдёте, значит, и ваши родители будут счастливы, значит, наша республика будет развиваться. Ну а если вы будете великими учёными и дальше выстроите свою траекторию роста на уровне страны, значит, и страна получит хороших будущих специалистов и учёных. Заниматься наукой обязательно надо, потому что в тот момент, когда вы готовитесь к своим темам, а темы, я посмотрела, у вас очень интересные, которые вы обсуждаете в рамках конференции, конечно, это глубина уже и работы с источниками, это работа и более глубокое погружение уже в серьёзные наработки других учёных, ну и в целом. Это формирует вас очень цельными, очень серьёзными и даёт хорошую перспективу, и такой формирует у вас стержень. Организаторы отмечают, что участие в исследованиях помогает ребятам выбрать дальнейший путь, возможно, посвятить себя науке. Конечно, мы все возможности используем, чтобы наши дети имели опыт презентовать себя, потому что наша цель, проектная деятельность, это самое главное, что мы даём детям, потому что дети, они должны уметь в будущем представлять свои проекты, представлять себя будущим работодателем, поэтому это бесценный опыт. Проект Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки «Писатели Чуваши и представляют» вошёл в топ-30 конкурса молодёжных проектов в сфере креативных индустрий. Речь идёт о создании мультфильмов по произведениям чувашских авторов. Мультфильмы будут сниматься на студии «Аниматус», созданной при библиотеке. Для этого закупили специальное оборудование. Проект был запущен в прошлом году при поддержке гранта главы Чувашии. «Писатели Чуваши и представляют» станет частью электронной библиотеки «Писатели Чуваши и дети». Она также создана в 2020 году. А оплатить её в жизнь помог грант президента России. На сайте нашей электронной библиотеки будет размещена ещё один дополнительный раздел, который будет называться «Мультбиблиотека», и в который будут размещаться уже мультфильмы. То есть какая-то анимация по произведениям наших чувашских авторов. Мы рассчитываем снимать их совместно с детьми, чтобы также и развивался интерес к чтению, чтобы ребята знакомились с произведениями чувашских авторов. И, ну, само собой, анимация, она также и даёт творческое развитие. На конкурс поступило более 300 работ из 50 регионов. Проект детской и юношеской библиотеки «Чуваши» судьи оценили на максимальный балл. Специальные номинации, посвящённые 20-летию со дня образования Российского книжного союза, лучшими призваны сотрудники библиотеки. Авторы проекта продолжают свою работу. Им предстоит защитить идею на форуме «Российская креативная неделя в Москве». Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Александр Атяков, Республика. Дети войны, рано повзрослевшие, рано осиротевшие, пережили столько, что хватило бы на несколько жизней. Когда мы вспоминаем трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, перед глазами невольно встают образы маленьких героев тыла. Анастасия Михайловна Столярова – жительница деревни Челкаса Чебоксарского района. Месяц назад ей исполнилось 90 лет, но годы войны женщину помнят хорошо. Когда объявили войну, Анастасии было всего 10 лет. В 1941 году отец Анастасии Михайловны добровольно ушел на фронт. Дома осталась мать с пятью детьми. Женщина помнит, как у них в доме собирались жены тех, кто ушел воевать. И грустили. Песни били и рыдали. Очень даже, очень даже. Все встали, все встали. Сколько часов человек пришел, куда вместе мама пошла спрашивать. И он сказал. Вместе сошли в войну? Они не вышли. Отец Анастасии Михайловны пропал без вести. Если бы вернулся, то, возможно, дочка смогла бы выучиться на библиотекаре, как мечтала. Но осиротевшая семья жила бедно. Анастасии пришлось остаться работать в колхозе. Там за хорошие успехи ее выбрали бригадиром. После выхода на пенсию Анастасия Михайловна работала санитаркой. Много работала, много ходила. Я все время ходила, ходила, ходила. Я скажу, жизнь движения, движения, жизнь, я думаю. И в городе, осенью, осенью в городе, и сад вперед шагаю и молитву бою. Сегодня Анастасия Михайловна по-прежнему активна. Старается помогать внукам и правнукам. А их у нее 20. Она вполне счастлива и лишь иногда очень редко задумывается, а как бы сложилась ее жизнь, если бы не было войны. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. 30 новых саженцев липы появились в Мемориальном парке Победа в Чебоксарах. Землячество Чувашии высадили там аллею дружбы. Кроме представителей районов республики посадить памятные деревья, приехали земляки из Татарстана, Башкортостана, Ульяновской области, городов Санкт-Петербург и Москва. Место для посадки выбрано не случайно. Аллея дружбы появилась здесь в рамках международной акции «Сад памяти», которая реализуется уже второй год. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В разных районах Чувашии уже высажены тысячи деревьев. Много акций таких положительных, позитивных. Вот сегодняшняя для меня лично может быть самая главная, потому что не зря говорит – вырастить сына, дом построить и посадить дерево. Я лично с удовольствием участвую и всех призываю посадить побольше деревьев. Это главные новости Чувашии к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова